Ой, баба, ничего смешного, я немножко выпила лишнего, и на свидании в групповом сделала Миша массаж ног. Ну да, мне еще поплиртовала с парнем, ну как сказать, с парнем, с другом Миши. Ну с кем не бывает, че сразу блять, че сразу блять, давайте разбираться. Я буду даже сказать, что я разочаровался. Ну в общем, ребятушки, как-то так. Четвертый эпизод шоу Холостяка оказался экватором настоящих взрывных эмоций, провокаций, различные скандалы. И мы с вами попробуем разобрать все подробности и детали. Я не буду обвинять сразу же Аню Гузееву в эскортном прошлом. Да, был слив, которым я поделился, но давайте понемножечку прояснять ситуацию. Я пообщался с Аней, послушал ее сторону, сделал свои выводы. И на основе этого постараемся сделать объективный вывод. Погнали, врываемся в разбор четвертого эпизода шоу Холостяк 11 сезон. Всем привет! Знаком со мной? Отлично. Незнаком это Богдан, Беспало Мьюзик. Подписывайся, становись частью нашей интернет-семьи. Все ссылки в описании под этим видео, на мои соцсети. Сливай инфу, все, что тебе известно об участницах, личный опыт и так далее. Это была тематическая неделя. Неделя эпох. Очень интересная задумка. Молодцы режиссер и креаторы проекта, в том числе редактора, постарались. Сделали классную картинку, классный макияж девочкам. Все было достойно, тут не сэкономили. Но чем была занимательна эта серия? Изначально первый тет-а-тет в четвертом эпизоде получила наша любимая гимнастка Лизончик. Лизончик неплохо провела время с Мишей. Поделилась спортивными травмами, драмами. Своей историей из прошлого. Миша тоже там вспомнил, что он там и как разбивал. Неплохо, но химии не произошло. Поэтому с них пара не получится, до финала не дойдет. Даже не сомневайтесь, можете себе это записать. В то время, пока Лиза и Миша были на свидания, бабы учились танцевать. Готовиться к приему, так называемому балу. И второе свидание, групповое, было достаточно необычным. Гузеева, Розалия и Джессика. Три колоритных персонажа, значит, в образах. Но что-то Аню накрыло с самого начала. Давайте так, я сейчас вам скажу свое восприятие, исходя из картинки, которую дали СТБ. А потом уже свой анализ после общения с Аней. Значит, по тому, что я увидел, по монтажу СТБ. Аня изначально себя была раскрепощена вульгарными местами. И пыталась всеми возможными способами привлечь внимание Миши. Как не бюстом, так каким-то словечком и так далее, и так далее. И все бы ничего, но как-то очень много было в глотке Ани алкоголя. И в какой-то момент она просто опустилась под стул и сделала заливакия. Нет, не то, что вы подумали. Массаж. Давайте начнем с этого. Странно. Странно, потому что очень дерзко, на мой взгляд. По итогу Миша уходит общаться с Аней на тет-ет-ет. К Розали и Джессике присоединяются лучший друг. Типичный фитнес-эскортник. Короче, у Миши, походу, все такое окружение. Не удивлюсь, если этот дружок, в том числе и один из любовников заливакии. Так не надо вот это камни в мой адрес бросать. Я уже прям чувствую, все это полетело. Ну правда, ну я говорю свои ощущения, но это видно. Миша у нас бисексуал. Все, признайте, примите и не доказывайте правоту. Тот, кто в это не верит, может девочке 10, 12, 15 лет. Взрослые люди все прекрасно понимают. А ты, Миша, не обижайся на меня. Я делюсь со своим зрителем тем, что вижу в кадре. Чет прям пыталась Джессика выслужиться перед другом Миши. Было Джессики слишком много. Мне жаль за Розали, но тем не менее скромность Розали сыграла свою роль. И она первая на групповом свидании получила Розу. Так что огромнейшая молодец. Искренняя девочка. Я тоже верю, что она пришла за любовью. Но, конечно, и за пиаром. Она пришла у нас прославляться, как певица. Так что выпьем за ваш певческий талант, если вы поете. А если нет, просто выпьем чайку. Кстати, у меня есть замечательный телеграм-канал. Подпишись, присоединись. Будь частью нашей семьи. И не забудь поставить лайки и комментарии. Благодаря именно такой активности видео поднимается в топах. Все больше людей смогут посмотреть наш с вами замечательный обзор. И как вам мой новый хейр? Ну как хейр? Без хейра. Стало немножечко брутальней, симпатичней, уверенней. Интересно узнать, как вам мое амплуа. Я, кстати, почти выздоровел. Герпес, надеюсь, в ближайшее время закончится. Но еще есть легкие остатки насморка и так далее. Это так, ремарка к тому, как я себя чувствую. На ТТТ-те Гузеева уже прям сосалась. И судя по монтажу, прям выставили настоящей блядью. Что Аня не просто блядь, а еще и есть пруфы, что она эскортница. Ох, как все сложилось случайно, да? Не кажется вам это странным? У СТБ есть все пруфы о том, что она якобы, блядь, ну как, эскортница. Давайте я буду корректнее выражаться. И тут, в четвертом эпизоде, Гузеева проявляет себя как... А я вам вот что скажу. Пообщавшись с Аней, она на самом деле очень милый человек. Я вам серьезно говорю. Она мне скинула скрины судебного решения о том, что тот сайт, на котором есть информация об эскорт-услугах Ани, это зеркальный сайт, это все фейк. Зеркальные сайты постоянно размножаются, их нет смысла удалять. Кто-то хотел подмочить репутацию Ани. Вполне возможно. Есть судебное решение. Далее. Она у нас веб-дизайнер, айтишница и веб-разработчик. И учится на факультете прикладной математики. По моим ощущениям, девочка не глупая, харизматичная, симпатичная. И она очень переживает ситуацию, которая сейчас происходит. Потому что СТБ действительно умеет смонтировать. Вы скажете, а зачем СТБ такую дичь пороть? Потому что это шоу. Так что Гузеева стала просто жертвой обстоятельств, замеса. Все ради хайпа и рейтинга. Так что вот вам чистоплотность Starlight Media в отношении проекта. Холостяк. У меня нет претензий к креаторам и так далее. Я все это понимаю драматургию. Но девочку жалко. Потому что попала под замес. Не будем рубить с плеча. То, что они пишут сплетнические паблики, далеко не факт о том, что она эскортница. То, что ее СТБ выставили в таком свете, не забывайте. Это шоу. На шоу нужны скандалы. Поскольку Миша не тянет сезон. Он не такой харизматичный, как Максим. Хотя и Максим тоже на рыба, на мясо. Но заливака подстраховали вот этими скандалами и так далее. И еще в это шоу вернется Лола. Вспомните мои слова. Зачем? СТБ сами слили фейк, который попал в прессу, что Лола якобы вернется. Снова же. Для интереса. Чтобы разжечь рейтинг сплетни, разговоры вокруг проекта. Иначе 11 сезон потонет как Титаник. Еще был смешной момент, когда Джессика спросила у Миши, какая у тебя машина. Он говорит, Мерседес. Какой именно? С-класса. Такое ощущение, что Миша с перепугу назвал тот автомобиль, который он знает, потому что он люкс-сегмент. Ой, как я не люблю эти заигрывания, эту брехню. Ну, кстати, на балу ведь был Добрынин, был Максим Михайлюк. А Макс, а что ты не в Америке? У тебя же там свой бизнес. Ну, ребят, уже столько сезонов идет холостяк. Пора понять и принять, что далеко они не бизнесмены, а это просто мальчики красивые, которые потом прислуживают вот так, как зайки на СТБ и подписывают кабальный контракт на много-много лет, являясь лицом телеканала. Вот и все. Далее было неплохим свиданием, индивидуальное свидание с женой, с женой, это уже прям клеймо с бывшей женой Богдана. Виртуальное свидание, через ноутбук они общались. Мне понравилась. Аня приятная девочка. Ну, как девочка, женщина. И мне кажется, между ними возникла симпатия и что-то такое проскочило. И если бы вживую они увиделись, а не вот так, в виртуальном мире, они бы поцеловались точно. Неплохо, поддерживаю, хорошая пара, но заливака она не подходит. И мы понимаем по объективным причинам, почему. По итогу с позором, в кавычках, с позором уходит Гузеева и покидает проект Вика Сайрус, я ее так называю. Организатор фэшн мероприятий в Киеве. Хорошая, симпатичная, харизматичная, яркая девочка, но не подходит заливаке, абсолютно. Ну, вот такая серия интересная, странная. Все ради рейтинга, все ради хайпа. Вот увидите, Лола вернется и вообще будет много месива. Так что, интересно ваши мысли по поводу четвертого эпизода и в целом сезона нового. Пишите, пишите, жду ваши комментарии, лайки. Не прощаюсь, говорю до скорой встречи, спасибо, что посмотрели это видео. И увидимся где? Конечно же, на Best Palo Music. Па-па, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok